Друзья, всем привет! Я вам обещал неформатное видео, вот оно. В этом ролике я хочу ответить на 80% вопросов, которые мне приходят в сообщении каждый день от разных людей. Все эти вопросы про технику, как сыграть тот или иной момент и так далее. Конечно, я сейчас не буду разбирать, что, где, как играется, но я вам могу показать все приемы фингерстайла, которые я использую в своей игре. Покажу, как правильно их делать, а точнее, как их делаю я. В конечном итоге, посмотрев это видео до конца, научившись делать все эти приемы, ваша игра на гитаре станет значительно лучше, интересной, а занятия будут более продуктивными. Я думаю, уже стоит начать. В первую очередь хотелось бы сказать, что такое фингерстайл. Фингерстайл это ведение нескольких партий одновременно. Или одновременно? Вы поняли. Прежде чем начать играть на гитаре, купите ее. Да, на самом деле, многие люди, которые мне пишут, играют на очень плохих гитарах, на которых, скорее всего, даже сам Томми Эммануэль сыграть бы ничего не смог. Там и зазор между грифом и струнами, просто космический какой-то, не знаю, большой палец Дуэна Скалы Джонсона туда, наверное, влезет. В общем, ребят, прежде чем играть на гитаре, ну, если у вас есть такое желание, купите вы нормальную, более-менее хорошую гитару, тысяч за 15 минимум, потому что все, что дешевле, это фанера со струнами. Конечно, я придерживаюсь больше, наверное, такой мысли, что нет плохих гитар, есть плохие гитаристы, но все же на хорошем инструменте приятнее играть. И самое главное, хочется играть. Второе, что хотелось бы сказать, самое главное про игру на гитаре, ребят, перед игрой вам нужно правильно сесть с гитарой. Если вы будете сидеть как-то не так, у вас через время начнет болеть спина, вам нужно сесть правильно. Какие именно посадки есть, я вам сейчас рассказывать не буду, куча видосов на ютубе, посмотрите. Итак, перейдем к приемам, которые я использую в игре на гитаре. Первый прием, самый основной, наверное, которому все хотят научиться, это, конечно же, бочка. Имитация бас-бочки рабочего барабана. Очень простой звук. Ничего сложного в том, чтобы научиться, ее нет. Здесь самое главное, надо понимать, что не надо делать зазор между кистью и декой космический, чтобы вот этого не было. Энерго-сберегающий такой режим. Первая сложность возникает в том, когда надо делать этот прием с нотой. То есть нам нужно дернуть пятую струну, предположим, и сделать вот это. Делается очень просто, ребят. Вам нужно просто эти два приема совместить. Ничего сложного здесь нет, на самом деле. Второй сложный момент, научиться делать эту бас-бочку вместе с аккордом. Здесь, конечно, посложнее. Зажимаем любой аккорд. Ля минор, да, предположим. Сделаем его с бас-бочкой. Я это делаю двумя вот этими пальцами. Ребят, запомните, расстояние должно быть невысокое. Вот это вот. Невысокое, не низкое. Найдите свою золотую точку. Так сказать, золотую бочку. Имитация рабочего барабана. Или в народе щелчок. Ничего сложного нет. Просто вот этой вот частью, где у нас идет сгиб на большом пальце. Стараемся ударить по басовым струнам. Все. Основная сложность возникает, когда нам нужен этот момент, вот этот щелчок, сделать с нотой. Здесь есть два варианта, как это можно сделать. Первый. Предположим, нужно дернуть первую ноту. Первую ноту ми на первой струне. И вот надо сделать вместе с ней щелчок. Здесь два варианта, как это можно сделать. Первый. То есть мы дергаем, как обычно. И здесь щелчок. И второй вариант более сложный, как я считаю. В разных композициях я их комбинирую. То есть, предположим, там, где мне проще сыграть вот таким стилем, я играю таким стилем. Где проще сыграть вот таким стилем, я играю таким стилем. Понятно. Если сыграть эту же композицию вот в таком стиле. То есть, то же самое, но я использую другую технику. Разгирада. Этот прием вряд ли можно отнести к фингерстайлу, но все же я его использую, поэтому я вам про него рассказываю. Делается он очень просто. Два вида того, как это можно сделать. Первый. Всеми пальцами от указательного до мизинца. И второй более сложный. Мне, честно говоря, так не очень удобно. От мизинца до указательного. Такие сразу усики вырастают, ощущения. Следующий прием, который находится прямо рядом с разгирадой, где его можно использовать, это... Я, честно говоря, даже не знаю, у него название. Но это, скорее всего, такая триоль, вертушка. Короче, дайте название сами в комментариях, хорошо? То есть на один ритмический удар идет три ноты. Ну, триоль, наверное, скорее всего. Делается достаточно сложно. Двумя вот этими пальцами вниз, потом большим пальцем вниз и этим же большим пальцем вверх. То есть тем самым нужно прийти к тому, чтобы ваша рука, она просто... Кисть вертелась. Чтобы ваша кисть просто вертелась. Слэп. Делается достаточно просто, звучит достаточно круто. Просто бьем тем местом, которым мы обычно делаем щелчок, но ничего не глушим, а... Есть разные виды слэпа, точнее того, как его можно сделать. Обычный. На грифе. Обратный слэп. Грубо говоря, когда мы очень сильно дергаем струну. Слэп я очень активно использую в композиции Punk Defied. Там немножко другой строй на гитаре, но вы поняли. Также еще щелчок, конкретно в композиции Punk Defied делается вот так. Здесь. Щелчок по деке большим пальцем. Здесь все максимально просто. Вместо щелчка по струнам мы делаем щелчок по деке. Использую я это в композициях Enter Sandman. То есть, видите, здесь идет комбинирование бас-бочки и щелчка по деке. Также очень часто это использую в композиции The Prodigy. КОНЕЦ Конечно, приемов в фингерстайле очень много. Рассказывать, что бить руками можно по любой части корпуса деки, я думаю, нет смысла. Один из постоянных, но используемых приемов, это когда я бью. Просто снизу, вот здесь. Hammer on и pull off. Hammer on, это когда мы дергаем, предположим, любую струну, любую ноту. И добавляем к ней. Понятненько, да? Pull off, это обратно. Hammer on и pull off вместе можно использовать в композиции AC-DC. Тэппинг. Тэппинг очень сложная техника, которой нужно обучаться немало количества времени. Я, например, до сих пор этому учусь. Тэппинг, по сути, это игра на грифе. Предположим, нужно сыграть вот эту вот партию. Первая нота, это вот это. Двенадцатый лад. Вторая нота, это восьмой лад. Но мы его играем не вот так вот, а... Сдергиваем с двенадцатого лада средний палец. И третья нота, это на пятом ладу, то же самое делаем. Есть, конечно, несколько композиций, где я его использую. Форшлаг. Форшлаг достаточно простой элемент. Вот он. Мертвые ноты. Предположим, возьмем вот эту вот ноту. Чтобы сделать ее мертвой, достаточно просто заглушить любым способом. Заглушить можно вот этим вот местом. Заглушить можно на самом грифе. Алло, брат, ты как? Все хорошо? Я тоже нормально. Следующий прием это флажолет. Делается, в принципе, понятно, но сложновато. Самый известный простой флажолет, который можно взять, делается на двенадцатом ладу, на первой струне. Мы еле касаемся, еле касаемся струны, ровно, ровно над порожком двенадцатого лада. Еле касаемся и дергаем правой рукой эту же струну. То же самое можно сделать на всех остальных струнах. Также флажолет можно делать одной рукой. Делается сложно. Здесь у нас в роли вот этого вот пальца играет указательный правой руки. То есть мы точно так же его прикладываем, но уже струну дергаем большим пальцем. Очень часто флажолет я использую в композиции What is love? Играет музыка Есть еще искусственные флажолеты. Искусственный флажолет это тот же самый флажолет, но который извлекает определенную ноту, зажатую на грифе. То есть, грубо говоря, возьмем ноту Ля на третьей струне. И чтобы извлечь из нее флажолет, на двенадцатом ладу от второго лада, то есть двенадцатый лад от второго лада, у нас будет четырнадцатый лад. Да, все правильно. Таким образом можно извлечь любой аккорд. Возьмем тот же Ля минор. Есть еще каскадный флажолет. Каскадный флажолет я вот только сейчас сам изучаю. Это, наверное, самый сложный прием на гитаре. Бенд. Бенд это когда мы просто завышаем ноту. То есть берем и просто тянем эту ноту вверх. Вибрато. Вибрато есть нескольких типов. Есть вибрато горизонтальное. Мы берем ноту любую. И просто ею... Слышите такое? Во-о-о-о-о. И вибрато вертикальное. Есть еще вибрато круговое. Но это вообще, по-моему, какое-то извращение. Делается как-то... Короче, не используйте его нигде. Просто горизонтально этого хватит. Тремоло. 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 Оно. Нужно быстро сыграть тремя вот этими вот пальцами. Именно этими пальцами. По одной ноте. По одной струне. Начинаем делать от безымянного. Потом средний. Указательный. Вот так вот это будет звучать медленно. Быстрее. Еще быстрее. Очень часто я использую, конечно же, вы уже, наверное, догадались, вот в этой композиции. Глиссандо. Глиссандо очень красивый прием. Грубо говоря, это подкат. Подкат, подъезд к ноте. Как называйте, как угодно. Еще раз. Предположим, нужно сделать глиссандо к двенадцатому ладу третьей струны. Мы берем не сразу двенадцатый лад, а любой другой лад на этой струне. И делаем подъезд до двенадцатого лада. Быстро, медленно, смотря то, как вам требуется. Рейк. Рейк это звукоизвлечение одной ноты, но при этом, когда мы дергаем все струны. Ну или не все струны. Не обязательно. То есть, я провожу по всем струнам, а дергаю, и получается только первую. Как это сделать? Приглушаем все остальные струны, вот так вот. Да как вам удобно, Господи, чтобы они просто не звучали. Но при этом зажимаем ноту, которая вам нужна. Арпеджио. Арпеджио это обычное обыгрывание аккордов. Тот же ля минор. Соль можно. Ля минор. Миор. Есть еще арпеджиато. Арпеджиато это не просто, когда мы обыгрываем аккорд. Ля минор. А делаем это быстро. Почти что дергая вместе все струны, но не вместе, а по очереди. Арпеджиато, кстати говоря, используется в одной очень известной композиции. Если бы здесь использовалось арпеджио, звучало бы это так. Вот это уже арпеджиато. Основное я вам рассказал. Я искренне надеюсь, что я никакой элемент гитарный не упустил, который я использую. Научившись делать эти приемы, вы очень сильно вырастите в скиле. Облегчите себе задачу в разучивании новых композиций, а главное более сложных. Ребят, я надеюсь, этот выпуск вам понравится. Понимаю, что вы, наверное, ждали чат-рулетку, но все же мне захотелось сделать неформатный ролик. Ролик, который, возможно, поможет кому-то. Возможно, кого-то этот ролик заинтересует в целом взять гитару в руки. Я надеюсь, что он вам понравился. Если это так, поставьте лайк, подпишитесь, мне будет приятно. И до встречи в следующем ролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова